Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Горжонко. Опубликованные данные показывают, что смертность от передозировки опиоидами растет по всему штату. Новый отчет Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк показывает, что смертность от передозировки опиоидами с 2020 по 2021 год подскочила на 14%. В отчете также показано 13% увеличение обращений за неотложной помощью по той же причине. В этом виноват фентанил, который входит в состав опиоидов, заявил доктор Артур Робин Уильямс, клинический психиатр, работающий с Колумбийским университетом. Самое главное, конечно, не использовать ничего черного рынка, особенно таблетки или порошок. Даже однократное использование может быть смертельным или привести к необратимым травмам, подчеркнул Уильямс. Очевидно, что проблема употребления тяжелых наркотиков тесно переплетена с другими общественными проблемами, и искоренить наркоманию можно только избавившись от социального неравенства, проблем с образованием, здравоохранением и другими бедами, нависшими над современным обществом. Иными словами, тем, от чего обещают избавиться политики разного уровня, давая самые разные, но всегда утопические обещания. Одобренные законопроекты включают ограничения цен на инсулин со 100 долларов за рецепт до 30 долларов. Другая мера потребует от производителей рецептурных лекарств минимум за два месяца уведомлять общественность о своих планах по повышению оптовых цен на рецептурные лекарства. Соконодатели в Сенате Штата также хотят, чтобы люди, которые имеют страховое покрытие, сравнимое с частью D-Medicare, также имели право на участие в плане фармацевтического страхования. Законопроект создаст план оптового ввоза рецептурных лекарств, который должен снизить их стоимость и соответствовать федеральным стандартам безопасности. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэк рассказал прессе о своей работе. С момента вступления в должность Брэк подвергался критике за свои прокурорские решения, но он указал на тенденцию к снижению количества убийств и стрельбы в Манхэттене как на хороший знак, даже несмотря на то, что преступления против собственности все-таки продолжают расти. По данным его офиса, в 2022 году количество убийств в Манхэттене снизилось на 26%. Борьба с насилием с применением огнестрельного оружия была нашим главным приоритетом в 2022 году и остается им в 2023 году, заявил Брэк. Но он отметил, что у нас есть много людей, у которых серьезные проблемы с психическим здоровьем. По словам Брэка, его цель связать этих людей с соответствующими службами, включая суд по психическому здоровью, это альтернативный путь для некоторых людей, обвиняемых в преступлениях. Брэк сказал, что его офис использовал конфискованное финансирование, чтобы направить 9 миллионов долларов общественным организациям, работающим над укреплением взаимодействия жителей Нью-Йорка с системой уголовного правосудия и над предоставлением ресурсов для охраны психического здоровья и борьбы со злоупотреблениями психоактивными веществами. Подземные воды давно являются скрытой угрозой для прибрежной части Нью-Йорка, но в 2013 году официальные лица прекратили 50-летний рутинный мониторинг. Теперь природоохранные агентства снова начинают внимательно изучать эту ситуацию. Поднимающийся уровень моря и более интенсивные дожди, результат изменения климата, означает, что вода, хранящаяся под землей, также поднимается, создавая повышенный риск наводнений, особенно в местах, где уровень грунтовых вод уже высок. Во всех пяти районах города есть пробелы в знаниях об уровне грунтовых вод. Так, например, Бронкс, Манхэттен и Стейтен-Айленд не подвергались постоянному мониторингу. Городской департамент охраны окружающей среды и геологическая служба США наблюдали за Бруклином и Квинсом около полувека, но потом прекратили наблюдение почти на 10 лет. Теперь на горизонте новое сотрудничество по изучению подземных вод в масштабах города. Похоже, что после десятилетнего перерыва мы очень близки к тому, чтобы снова провести гидрологический мониторинг в городе Нью-Йорк, сказал Рональд Бускалиано, главный гидролог Нью-Йоркского центра водных исследований, находящегося в ведении геологической службы США. Это будет важно в долгосрочной перспективе, чтобы увидеть, окажет ли повышение уровня моря серьезное влияние на дополнительные наводнения в некоторых районах, поскольку уровень грунтовых вод поднимается в течение определенного периода времени. По словам Бускеалана, пятилетняя программа мониторинга уровней и качества подземных вод в более чем 150 скважинах в пяти районах города должна быть запущена в ближайшие шесть месяцев. Коалиция деловых и муниципальных организаций требует более 1 миллиарда долларов дополнительного финансирования для проектов по улучшению дорог в Нью-Йорке, ссылаясь на более высокие расходы. Деньги ищет коалиция Rebuild NY, состоящая из коммерческих организаций и сторонников местных органов власти. Группы призывают добавить в государственный бюджет 1,12 миллиарда долларов в ближайшие недели. Дело в том, что стоимость материала, в том числе стали и асфальт, а также топлива, выросла за последний год, что сделало строительные проекты для штатного департамента транспорта еще более дорогими. Без такого уровня финансирования, добавленного к основной программе в этом году, мы увидим значительное сокращение работ по техническому обслуживанию и реконструкции, выполняемых в каждом регионе штата, предупредили группы в письме, направленном губернатору Кетти Хокул на этой неделе. Капитальная программа департамента транспорта на сумму 32,8 миллиарда долларов включает 6,1 миллиарда долларов на обслуживание мостов и автомагистралей. В среднем программа основного строительства составляет больше 2,6 миллиардов долларов в год. Но, к сожалению, инфляция продолжает расти. Например, стоимость топлива выросла более чем на 250%. Правила обналичивания денег в Нью-Йорке изменились с тем, чтобы при использовании услуги снизилась комиссия для потребителей. Департамент финансов изменил правила получения комиссий, которые в последний раз принимались почти 20 лет назад. В то время Нью-Йорк был единственным штатом, который ежегодно и постепенно повышал максимальный процент комиссии за обналичивание чеков и привязывал это к повышению уровня инфляции. Регулирующие органы применили методологию, основанную на данных к новой формуле платы за обналичивание чеков, которая отвечает потребностям как лицензиатов, так и потребителей, пользующихся этими услугами. В соответствии с изменением прекращается автоматическое повышение взимания комиссий на основе индекса потребительских цен. Вместо этого чеки государственной помощи, выданные федеральным агентством или агентством штата, будут включать комиссию в размере 1,5%. Для всех других чеков максимальная комиссия, которую можно взимать, составит 2,2% или 1 доллар, в зависимости от того, что больше. На этом у меня все на сегодня. С вами с места событий был Владимир Гржонко.